Областные депутаты ушли на каникулы. Сегодня парламентарии подвели последнюю сессию по итогам работы, рассмотрев 52 вопроса. Кстати, большинство из них касалось экономики на территории региона и господдержки. Показатели сейчас на уровне, но всегда есть куда стремиться. Лариса Соловьева подробнее. Об поддержке производителей и развитии экономики почти каждый второй вопрос в повестке дня. В последнюю сессию перед каникулами депутаты подвели итоги своей работы за первые полгода и остались довольны. На фоне других регионов Тюменская область выглядит достойно. За первые пять месяцев индекс роста производства составил 113%. Это только предварительные цифры. Главным итогом является то, что ситуация в нашем регионе не здорово пострадала от этого. И по объемам промышленного производства, и по другим показателям мы на хорошем уровне смотримся и в Уральском федеральном округе, и в Российской Федерации. В продолжение политики формирования благоприятного климата для предпринимателей депутаты приняли закон о предоставлении масштабным проектам в аренду земли без проведения конкурса. Это инициатива губернатора, которая должна привлечь крупный бизнес. На поддержку же малого и среднего бюджет выделил 180 миллионов рублей. И одна из задач сориентировать предпринимателей на импортозамещение. В частности, обратить внимание на обиженные отрасли. Надо обратить внимание на развитие легкой пищевой промышленности в нашей области. Практически занимаясь всеми другими отраслями, эти отрасли пока должного развития не получили. Развитие пищевой промышленности. Не просто заготовка подок овощей, а глубокая переработка их на самом современном уровне. К проблемам агропромышленного комплекса депутаты возвращались не раз и рассмотрели вопрос о поддержке личных подсобных хозяйств. Они не являются налогоплательщиками, но дают больше 40% мяса и молока. Вести по хозяйственной книге предложили парламентарии. Дело в том, что этим законом мы вводим официальный документ по хозяйственную книгу, который регистрирует лично подсобное хозяйство. И в соответствии с этим это лично подсобное хозяйство подлежит поддержке, как все другие формы. Рассмотрев 52 вопроса, парламентарии ушли на каникулы. Но чтобы всегда держать руку на пульсе, приняли поправки в регламент работы Думы. Теперь в исключительных случаях они смогут голосовать заочно. Лариса Соловьева, Николай Комаров. Тюменское время.